так здорово народ мы приехали на гонки наконец-то нас в тагиле решили взять нормальные гонки катюха что скажешь нормально поучаствуем нет собралось очень много народу все чё-то толпятся толпятся готов меня снимать конечно к думаем на вас нам взять и полку короче тоже подсцена обмануть поставили такие день виски разваренные да не лучше со спецовкой найти какие-нибудь и просто уронить и по это вообще прикольно и установить она будет нормальная я хочу 302 с квадратными а понял более очень прикольно еще в черный цвет долбануть а так это пока что в черный а по плану короче такой карамельный цвет шоколадный такой прикольный глянец вообще было прикольно катя скажи какого бы девушка с тенсера почему давай говори когда ты хочешь просто о чем-нибудь поговорить приходится слушать все про машину вот такие вот дела ты готов к началу гонки ну да да волнуйся немного в принципе я не еду прям чтобы выиграть у меня просто цель проехаться показать ну как можно получше время все так главное участие ну да это отлично давай удачи и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил наклейку 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 Добавил свет спереди сейчас просто пушка кстати случилась одна неприятность вот такая вот неприятность произошла загнула вот эту регулировку то есть у меня сейчас она стоит вот так вот должна прямо и из этого входит что у меня колесо сделала хороший такой развал минус 5 наверное где-то минус 6 как он здесь и как она здесь очевидно не знаю завтра поеду куплю новую регулировку там будем уже смотреть а сейчас до 100 комметра несу на заряд сейчас покажу в колонке кроме стоят и которые стояли раньше вот какие колонки поставил мне семён в передней двери задние двери точнее задние полки раньше стояла у меня магнитола kenwood вот такая вот досталась мне еще с восьмерки перестала я себе на 11 потому что привык прикольная была но сейчас она что-то стала жестко тупить и лагать и врубаться вот колонки какие у меня стояли были еще конечно пищалки но я их сдал к сожалению а так бы был бы полный комплект даже достались с восьмерки передней динамикой двери то есть какие толстенные достаточно прикольный дизайн по-моему такой комплект стоил раньше 13000 его было очень тяжело найти вот такие стояли в торпеде ну сзади были просто овалы думаю из этого сделать колонки candy короб и также у семена заказать будут две колонки таких хорошо играбельных также все подписывайтесь на группу вконтакте следите за новостями поскольку здесь постоянно уходят все новости о выпусках но и также все новости о проекте порой рассказать интересные истории и выкладываю интересную информацию каких-либо запчастях и либо тюнячках не забывайте ставить пальцы вверх и так продолжаем в такой небольшой домашней обстановке и сейчас я вам хочу показать что я приобрел и что я заметил в некоторых деталях то есть автоваза и вообще в деталях для 11 начнем пожалуй с подшипников ступичных я вчера зашел магазин и купил несколько пар ступичных подшипников то есть самых дорогих две штуки и самых дешевых две штуки самые дорогие купил я оригинал волжские задние 2108 910 рублей были еще дороже за 1100 но я уже не стал покупать их думаю что и так слишком жирно то есть вот я уже их открыл подшипник сейчас вам покажу самый дешевый подшипник вот какой фирмы непонятно скф какая-то откроем его посмотрим что внутри вы замечаем что же упаковка другая такая более китайская и видно уже масло какое-то разбито здесь машинное масло все займем что сейчас открою второй подшипник уже открыт ну вот оригинальный китайский сразу могу сказать разница в том что оригинальный он чуть побольше что ли или мне кажется центральная часть у него более как-то туда закатана а нет у китайского как раз более туда закатана и вот этого площадка больше и вот у площадка меньше и закатана меньше то есть по внутренним диаметру что ли отличаются за первое что заметил второе на китайском нету никаких маркировок когда на оригинальном даже есть дата изготовления ну тут не видно 17 год десятый месяц не неплохо ставила себе китайские подшипники прошлые которые сейчас стоят у меня отвезли на них год то есть поездил на своих колесах вот которым сейчас стоят разварки потом съездил на 14 штамповках до сочи и обратно это 6000 километров туда обратно по моему еще не больше ты обратно приехал когда сюда поставил мои большие проставки на 8 сантиметров поездил тоже его часто ними только за начали уже как какие-то звуки издавать это начал давать звук только один подшипник то есть с правой стороны задней видимо от того что у меня суппорт заклинивал что потому что он скорее всего от перегрева то есть я один раз даже ехал у меня кольцо просто стояла на месте сейчас вроде бы все нормально не знаю ну поменяю так в общем вот поставлю сейчас оригинальный подшипники посмотрю сколько они проходят а вот эти да вот китайские вот оригинальный а китайские поставлю себе свою старую балку то есть мы сейчас у виталика лежат мои ступицы которые надо поставить новые подшипники после чего я хочу собрать балку на дисковых тормозах не на тросик как у меня а на обычных передних суппортах от восьмерки точнее от моих старых тормозов то есть трансто диск и суппорт все это дело прессиворский вид как раз мне лежат проставки специально для дискового заднего тормоза которые я установлю и думаю либо оставить это либо продать по нормальной в принципе цене 5000 думаю будет стоить цена всего этого более живого комплекта хорошего ну не знаю посмотрим дальше с подшипниками разобрались блок индикации у меня наелся объясняю в чем причина когда я был у семена первый раз приехал у меня почему-то блок индикации наполовину горел и просто пищал одним молотонным звуком я вот сейчас отключил от греха подальше чтобы не искушать судьбу но все равно я вроде все просмотрелся проводка все на месте завтра пойду к электрику будем разбираться купил себе новый блок я так понял он же на диодах опять же более современный то есть разница старый и новый по весу в принципе одинаково и ну видно что вот этот уже вроде как на диодах идет разъем все одинаково еще заметил когда я подключал ну что старый что новый у меня пропадал свет у плафона в салоне то значит что-то где-то каратит не знаю завтра вот опять же говорю будем проверять все предохранители все релюшки вот все равно купил спасибо катю это как подарок на 17 февраля и у него попросил сегодня заезжал к вове занимается на светодиодной подсветкой поменял у него все лампочки то есть как поменял поставил себе габариты белые наконец-то диодные лампочки красивые такие фотку потом покажу или попозже чуть-чуть сниму и у него задние диодные стопари то есть эта лампочка поворотника и новую купил более современную также купил новые пластиковые детали вот эти вот как сказать чип схема в задние стопари ночью в задние сигналы потому что у старых опять сараев болезнь ломается штучка пластиковая здесь она есть видите такая она тоненькая это естественно фишку чуть-чуть не так оденете если как-то погнете все у вас все слетает и не работает точно один плафон старый он уже весь окислившиеся поломанный пластик такой же весь грязный ну в принципе лампочки хорошие вроде как светят и оставил их себе на запас фишки все прям такие прям прочные все так сидит но вот единственное то что сломалось крепление это плохо а так я оставлю ее на запас купил новые оказывается они вообще даже разные немного одна более серая одна более черная тут какой-то logo d фирмы вот это вообще ноунейм схеме тут 14 тут 15 их все сравнивал смотрел крутил вроде все одинаково ну почему-то они немного различаются это тоже 3 уже какая-то это серая ну понятно старый еще завода здесь прозрачный мне вот у нее здесь вот клипсы как они там лампочка вставляется поворачивается нравится больше чем на вот этих просто как-то черный ноунейм туда вставляешь вертишь крутишь и на 1 и уже даже как-то случайно не успел составить лампочку уже под расшевелил но сейчас уже поправил все нормально в общем наконец-то прибудет пром ярко загораться но сложилось так что мы сегодня не просто не работали вот опять же завтра еду к электрику по этому поводу почему у меня вообще не работает супсинал все работает габариты горят поворотники горят но им нас стоп-сигнал не горит что на спойлеры что на задних фонарях купил себе крышечку залью на горловины наконец-то у меня нормально желтая крышечка будет я не буду постоянно когда открывать крышку подвигаться в эту железяку которую даже не достать с помощью пластиковой защиты там не знаю крышки которая стоит на двигателе и самое что интересное купил себе пасту доктор макс последний у нас городе я забрал чтобы полировать свои разварки и большой длинный глушитель но вы поняли наверно в общем вот такие вот мне пока новости извините что в такой домашней обстановке просто не было сегодня времени снимать все опять в спешке но завтра поедем к электрику и что-то более-менее покажу и расскажу что мы будем делать также зашел на свой небольшой импровизированный склад который находится в бане лежат спойлеры всяких боковые пластиковые детали тут стопорить кстати силикон кому все надо обращайтесь на систему охлаждения старого образца пришел забрать свой велик надо занести его домой перебрать хоть он бедный стоит уже тут наверно год сейчас поскольку двигаюсь на машине катаюсь мало это очень плохо выброс жиром старая решетка приора рейлинги кстати мой запасной юбка боковая порог точнее надо бы надо бы вот задние топорить я мне сирога дал то и синий 11 который мы тогда разбирали хочу их затянуть поправить в красную пленку и поставить на свои лишь наоборот эти оставить а свои перетянуть в пленку то что мои уже были крашены красным лаком но сейчас что-то холодно хотя снега у нас нету в тагиле ну и погода приехал клюхи в гараж сейчас будем загонять и смотреть что у меня там по электрике случилось такое что не горят топори заодно посмотрим а кстати купил диодную подсветку спойлер сейчас будем устанавливать подойдет не подойдет правда чудесным образом испарилась лягушка вот вообще как так может быть беда работает же где-то а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok